Продолжаем чтение книги «Путь разума в поисках истины» профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Ворсипова. Параграф 3. Христианская экология. Этот последний вывод приобретает в настоящее время особую значимость в связи с резко возрастающей опасностью уничтожения среды обитания деятельностью человека. Здесь нет необходимости говорить ни о конкретных проблемах, связанных с экологической ситуацией в мире в целом, и в отдельных его регионах, ни о тех научно-технических мерах, которые предлагаются и разрабатываются для их решения. Церковь имеет свой особый аспект деятельности в данном вопросе духовно-нравственной. В настоящее время все более становится очевидным, что человечество, даже при наличии справедливости и мира, погибнет, если не сохранит, точнее, если максимально не восстановит целостности природы. И не менее очевидным является, что как причиной разрушения природной среды, так и главным фактором ее возможного воскрешения является духовно-нравственное состояние человека. Экологическая проблема, поэтому является проблемой прежде всего духовной, а не материальной. Ядром ее является наличное состояние не окружающей среды, но самого человека. Наиболее важным при этом является верное понимание человека цели своей жизни, поскольку она определяет направление и характер всей его деятельности. Эта цель ясно выражена Христом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. Это все приложится вам. Иван Георгий от Матфея, 6 глава, 33 стих. Если нет сомнений в том, что главной движущей силой разрушения природы явился человеческий эгоцентризм, стремление к комфорту и наслаждениям, подавление материальными интересами духовных запросов, то, без сомнения, и восстановление целостности творения возможно лишь на пути восстановления духовной целостности самого человека. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Но как осуществить это восстановление человека? Время начаться суду с Дома Божия, 1 послания Аспосла Петра, 4 глава, 17 стих. Говорит Писание. С церкви, следовательно, должно начаться обновление жизни. У нее есть наука о человеке, в которой так нуждается мир. Эта наука о правильной, праведной жизни называется аскетикой. В ней указаны объективные законы духовной жизни и тщательно проверены на огромном опыте святых средств и условия исцеления человека, признаки верного пути, как и возможных заблуждений. Она одинакова, применима для всех условий жизни и труда, хотя степень успеха в ней, совершенство, естественно, обусловлена и ими. И эта наука с полной достоверностью приводит человека к искомой цели жизни, к совокупности совершенства любви. Послание Колосиным, 3-е, 14-е, которая только способна вывести человечество из кризиса. К сожалению, эта наука, которую отцы называли в силу ее первостепенной значимости для человека, наука из наук, например, святитель Игнатий Бринчинов, говоря прежде всего о передовом отряде этой науки монашестве, пишет «Наука из наук, монашество, доставляет, выразимся языком ученых мира, всего самые подробные, основательные, глубокие, высокие познания в экспериментальной психологии и богословии, то есть деятельное, живое познание человека и Бога. Насколько это познание доступно человеку?» Игнатий Бринчинов, святитель сочинения в пяти томах, том 1, 3, здание, 1905 год, страница 480. И эта наука из наук менее всего известна современному человеку. Она может служить твердой основой для начала реального процесса обновления жизни в церквах, а следовательно и в мире. Евангелие от Матфея, 5, 13, и мира. Послание к римлянам, 8 глава, 19, 21 стих. Если Бог даст, завтра будем читать гипотезу антимира. Все ответы. Все ответы. В transactной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА